День с толком Изменяются ли заезды в летние лагеря? Уже полвека он выпускает из своих стен артистов, актеров, хореографов и прочих специалистов культуры. Юбилей отмечает АГИК. Но вначале. Алтайский край будет сотрудничать с Республикой Беларусь в сфере гражданской беспилотной авиации, предназначенной для сельского хозяйства. Такое предложение Виктора Томенко во время встречи в Минске поддержал первый заместитель министра промышленности Беларуси Александр Огородников и отметил, что их сторона готова обучать российских специалистов по этому направлению. Также губернатор Алтайского края отметил, что нашему региону интересен опыт по созданию комплексов, по переработке твердых коммунальных отходов и новая белорусская техника аварийно-спасательного назначения. В ходе встречи утвердили план по сотрудничеству до 2026 года. Также Виктором Томенко и главой Гродненской области был подписан документ о взаимодействии регионов в течение следующих трех лет. Это касается в том числе, конечно, и гуманитарного аспекта, это касается и туризма, путешествий. И Гродненская область, она, наверное, с первых минут очаровывает. Ну, Алтай и, в частности, Алтайский край тоже способен удивлять и влюблять в себя. Производственная кооперация – лучший вариант для развития сферы легкой промышленности. Такой вывод можно сделать, исходя из заявлений участников Большого сибирского форума легкой промышленности, который проходит сейчас в Барнауле. В нем принимают участие десятки руководителей предприятий по производству одежды и обуви. Какие механизмы по их объединению уже действуют и как это отражается на сфере, расскажет Данил Кузнецов. Привлечение кадров, в том числе и из стран ближнего зарубежья, объяснение принципа выплаты зарплат и роботизация процессов производства – эти и другие темы в Барнауле обсуждали на первом сибирском форуме легкой промышленности. Особое внимание – проблемам отрасли, маркировке товаров, которая ведет к удорожанию процесса производства одежды и обуви, наращиванию производственных мощностей. Есть определенные сложности с поставками технически сложного оборудования, которое не всегда даже производится в Китае. Сложности эти заключаются не только в транспортировке, но и в прохождении платежей поставщикам этого оборудования. Одно из кардинальных решений для сферы считает ряд участников – кооперация заводов. Так и распределять ресурсы и налаживать производственные циклы – эффективнее и проще. За последний год, к примеру, предприятие по выпуску снаряжения для охоты и рыбалки обзавелось несколькими подрядчиками. Они отшивают изделия взамен на раскрой. В определенном смысле завод кооперируется даже с рабочими. Кадровый вопрос сегодня номер один. Работающая система, доска решения проблем, распредложений. То есть, когда любой человек может свою проблему, либо идею по улучшению какого-то процесса заполнить в бланк, оставить на доске и в течение короткого времени эта проблема рассматривается. И когда эта идея приносит экономический эффект предприятию, человек получает бонус в виде процента от экономического эффекта. Конечно, это не единственный способ по поддержке сотрудников, говорят участники форума. Некоторые предприятия, к примеру, ввели компенсации за питание и реализуют программы по повышению квалификации. Это приносит неплохие плоды. Так, в самом популярном направлении легкой промышленности – изготовлении одежды – за два года число швей выросло на 40%. Однако, для решения проблемы кадров и этого мало. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком! Заемщики смогут самостоятельно продавать заложенное по ипотеке имущество. Ранее, если у человека возникали финансовые сложности, по сути его квартирой мог распоряжаться только банк. Мы неоднократно рассказывали об историях, когда из-за просрочек по ипотеке семьи теряли жилье и все деньги. Что может измениться с принятием нового закона, смотрите в сюжете Ирины Корчагиной. Госдума в третьем чтении приняла закон, который позволит заемщикам самостоятельно продавать заложенное по ипотеке имущество. Этот закон не имеет никакого отношения к тем людям, которые просто продают свою квартиру. Речь идет о тех, кто попал в трудную жизненную ситуацию. Документ был внесен на рассмотрение еще в 2020 году. По текущему законодательству, если человек для получения кредита предоставил имущество в залог, то им может распоряжаться только банк. Суд, оценивая жилье, средняя стоимость рыночной оценивалась, и принимая решение, в силу закона обязан был сразу провести уменьшение стоимости этой рыночной стоимости квартиры, либо жилого дома на 20%. То есть, по примеру, если оценили эксперты в 5 миллионов жилой дом или квартиру, стоимость квартиры, то банк, подав такое исковое заявление, и суд выносит решение о том, что стоимость этой квартиры минус 20%, то есть первоначальная оценка была 5 миллионов минус 20%, то есть это 4 миллиона. Такая схема, естественно, не очень выгодна тем, кто в итоге теряет и жилье, и деньги. Новый закон должен обеспечить баланс интересов как кредиторов, так и заемщиков. И если цена окажется выше задолженности, то разница остается у вчерашнего обладателя квартиры. Сейчас же могут предоставить гражданину 4 месяца на то, чтобы он самостоятельно попробовал продать квартиру по максимальной цене, без лишних комиссий и каких-то иных платежей. Поэтому закон направлен на защиту, по сути, интересов граждан, которые оказались в трудной жизненной ситуации. В любом случае, юристы советуют не дотягивать до последнего, если понимаете, что вам нечем оплачивать кредит. Когда массово шли, это вот 19, 20, 21, ну это я даже не могу даже число сказать, но это вот через меня проходили там 500 и более, наверное, дел даже таких, которые фактически, ну знаешь, что это бесполезное дело, что это все равно банк прав, банк все это сделает, заберет и выставит все на торги, все это реализация будет. Кстати, даже после принятия закона кредитор имеет право отказать человеку в самостоятельной продаже, но только в том случае, если процесс обращения в сыскание уже был запущен, либо возбуждена процедура внесудебного банкротства. Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов, День с толком. Предприятия «Края» все активнее предлагают абитуриентам обучаться по целевому направлению. Это когда будущий студент заключает договор с работодателем, мучается за его счет, а после работает в его компании. По состоянию на 22 мая около сотни алтайских работодателей разместили 268 предложений о целевом обучении. Это один из самых больших показателей среди регионов страны. Рост числа объявлений о наборе студентов целевиков эксперты объясняют просто. Во-первых, сами предприятия заинтересованы в привлечении и удержании у себя молодых специалистов. Во-вторых, с мая в силу вступил обновленный закон, который обязует заказчиков предлагать и заключать договоры о целевом обучении. Добавим, подобные объявления размещают на цифровой платформе «Работа в России». Подать заявку абитуриент может на госуслугах или в бумажном виде. Брать дополнительные одеяла и как можно больше теплой одежды. Такой совет дают родителям, чьи дети в ближайшее время будут заезжать в загородные лагеря края. Первые отдыхающие – это 200 человек. Накануне уже прибыли в Орленок в санаторий «Сосновый бор». Сколько путевок не выкупили, когда основные заезды и отдохнут ли в этом году в наших лагерях дети из славяно-сербского района Луганской области? Расскажем далее. Плюс семь за окнами, но заезды в летние лагеря никто не отменял. Как нам сообщили в Минобре региона, в лагере Орленок, куда дети прибыли накануне, есть отопление. Остальным советуют брать теплые одеяла и вещи. Переносить заезды не планируют. Тем более массово заезжать в лагеря дети начнут после 8 июня. Всего в этом году будут работать 470 лагерей дневного пребывания, 351 профильных, 60 загородных, 54 оздоровительных и 6 санаторно-оздоровительных. Отдохнут в них почти 100 тысяч детей. На сегодняшний день в загородные лагеря, сейчас будем говорить о них, в загородные лагеря от родителей поступило 27901 заявление, оплачено на сегодняшний день 18043. За безопасность их чат родителям советуют не переживать. От клещей все лагеря обработаны, вода и питание регулярно проверяются, кадры, как и охрану, отбирали тщательно. Обещают, что скучать тоже не придется. Спортивные, экологические, туристические всего будет организовано на 40 профильных смен. Впервые в крае пройдет так называемая федеральная смена. Страна героев, да, приедут со всей России порядка 800 человек. Будет эта смена проходить в лагере юности Егорьевского района, 14 дней смена с 1 по 14 июня. Это смена такой патриотической направленности, там тоже будет несколько направлений организовано. Там все очень интересно будет, вплоть до обучения боевым искусствам. В лагерях края в этом году отдохнут 500 ребятишек, детей участников СВО, а также 290 инвалидов и ребятишек СОВЗ. Дети слабослышащие, слабовидящие с целиакии и ДЦП. В 12 лагерях для них создана доступная среда. А вот ребятишки из славяно-сербского района Луганской республики, которые отдыхали на Алтай прошлым летом, нынче поедут оздоравливаться в Краснодарский край за счет бюджета нашего региона. Решили, что туда обойдется дешевле. Напомню, основные заезды в загородные лагеря пройдут после 8 июня. Если у родителей есть вопросы по организации летнего отдыха, то задать их можно по телефону горячей линии. Он на ваших экранах. Татьяна Голубева, Алексей Фризин. День с толком. Право на досрочную пенсию получили инструкторы по физкультуре в детских садах. Ранее они не были внесены в список педагогов, которые могли уйти на пенсию после отработки 25 лет стажа. Физруки детских садов неоднократно обращались в КЗС, чтобы депутаты помогли ему устранить существующую несправедливость. Ведь инструктор физического воспитания, по сути, тот же педагог, и нагрузка у него та же и физическая, и эмоциональная. А выйти раньше на пенсию эти люди не имели права. Обратились к нам, после чего мы приняли решение, изучили этот вопрос, посчитали это логичным, справедливым, и обратились мы в правительство Российской Федерации для того, чтобы в список должностей внести еще одну должность, а именно инструктор физического воспитания. Обратились в правительство с этим вопросом еще в конце прошлого года, но тогда ответ был отрицательным. Спустя время с тем же предложением в правительство обратились законодатели из Республики Карелия. Депутат Госдумы Яна Лантратова к тому же вопрос обсуждался на встрече с Дмитрием Медведевым. В результате, наверное, всего этого потока у Министерства труда и соцзащиты родился приказ. То есть они пошли по другому пути, они не внесли в список должностей эту должность. Они установили тождество, должность должности воспитатель и должность инструктора по физическому воспитанию. Плюс еще два приказа, которые тоже схожие, установили тождество должности воспитатель и должность тьютер. Так что теперь детсадовские физруки тоже смогут идти на пенсию после 25 отработанных лет. Ну а институт тьютеров активно развивается. Эти люди, по сути, являются помощниками, воспитателями детей с УВЗ. В детских садах края тьютеров пока нет, но за ними будущее, считает Александр Молотов. И решение, чтобы эти люди тоже имели право на досрочную пенсию, правильное. Нас поглощает болото. С такой отчаянной просьбой обратились к нам жители частного сектора Бурнаула, который находится рядом с лесом. Но люди переживают не только из-за подтоплений домов, которые случаются каждую весну во время разлива талых вод. Тему продолжит Данил Кузнецов. Замусоренный участок, мертвые деревья и разрастающееся болото. Такую грустную картину вынуждены наблюдать жители частного сектора, рядом с улицей Кутузова. Кроме нелицеприятного вида, вода еще и постепенно топит местных. По их мнению, началось все примерно 20 лет назад. И ситуация с каждым годом лишь усугубляется. Из-за чего это началось-то? Ну, я считаю, из-за землетрясения, которое произошло. Видимо, пласты сместились. Допустим, вот у меня в подвале воды не было, а после землетрясения она пришла. То есть меня топит капитально. Пытаясь выяснить, кто хозяин болотистого участка в Бару, наша редакция направила официальный запрос в администрацию города. Из ответа мэрии ясно, что опасная трясина действительно образовалась давно. Но причина тому, утверждают чиновники, активная застройка местности. Из-за ее плотности грунтовые воды в лесу стали подниматься выше. И теперь каждый раз с приходом оттепели жителей подтапливает. Уровень грунтовых вод даже выше еще. Он сейчас просто наполняется постепенно и потом будет откачивать. Но его даже визуально видно. Чтобы хоть как-то уберечь свои дома, местные нелегально проложили трубу, по которой часть воды стекает вниз по частному сектору. Проложить бы еще несколько, говорят люди. Но такой вариант недопустим. Ее некуда отводить. Дальше идут участки соседские. Мы не можем кинуть трубу через них. Да даже если могли бы по закону это сделать, то физически некуда. Дальше идет улица Кутузова. Справедливости ради добавим. Администрация района помогает откачивать воду, если она начинает топить дома. Но местные жители обеспокоены еще и тем, что бор заболачивается. На этой почве между соседями даже дошло до конфликта. Пять лет назад сосед на данный участок завез 10 камазов строительного мусора. Отсыпал участок дороги 10 метров и вот эту площадку перед гаражом. Отток воды, талой воды из леса прекратился. Она стала собираться вот на участке леса. Но убери эту насыпь, топить начнет активнее. Люди настоятельно просят объединиться специалистов и попробовать найти решение их проблеме. Осушить болото хотя бы наполовину. Или, допустим, оборудовать колодцы для водосбора грунтовых и дождевых вод. Даню Кузнецов, Алексей Фризин. День с толком. Жителю Косихинского района предъявили обвинение в незаконном сбыте пневматического оружия. Мужчина менял конструкцию пневматических винтовок, заменяя пружину на более мощную. Таким образом, энергия оружия превышала установленные в России ограничения как минимум в три раза. Сотрудникам уголовного розыска Алтайского линейного управления МВД России удалось задержать предприимчивого жителя Косихинского района. Теперь мужчине грозит лишение свободы до четырех лет со штрафом до 80 тысяч рублей. С 10 июня запретят движение электросамокатов на одной из барнаульских улиц. Речь идет о пешеходной зоне на Молотобольской от проспекта Социалистического до проспекта Ленина. В скором времени на этом участке установят соответствующие дорожные знаки, а инспекторы будут регулярно проводить рейды. Решение о запрете электросамокатов на Молотобольской приняли в мэрии краевой столицы. Подобная мера вынуждена и связана с увеличением количества ДТП с участием электросамокатов. Так, с 1 апреля этого года произошло 16 аварий с пострадавшими, а за весь прошлый год 4 аварии. Творческая встреча поэта Валерия Тихонова с учениками 122-го лицея состоялась сегодня. Напомним, он является единственным поэтом проекта «Живая детская книга Алтая», который реализовала Сибирская медиагруппа совместно с библиотеками и театрами края. Видите, написано, встреча с писателем, все правда. Вот я перед вами. Это мои книги все. Немного, как видите. Валерий Тихонов – единственный поэт проекта «Живая детская книга Алтая» и его добрый друг. Он был организатором нескольких творческих встреч детей с алтайскими авторами. В некоторых, как в этой, принял участие сам. Теперь во время подобных мероприятий школьники могут не только послушать рассказы, сказки, повести и стихи, но и увидеть историю своими глазами. Напомним, в 2023 году Сибирская медиагруппа выиграла грант Президентского фонда культурных инициатив на создание серии видеорассказов по детским произведениям алтайских авторов. Организаторы выбирали самые интересные произведения. Из длинных экранизировали отрывки, короткие брали полностью. В проект пригласили актеров алтайских театров, драмы, музыкального, кукольного и ребят из детских коллективов. Съемки проводились в узнаваемых для детей местах, на главных улицах города, в парках и скверах. А Орликина не узнала. Так, а еще что-нибудь узнали? Ну, качели вот эти. На горный парк там. «Живая детская книга Алтая» уже разослана по библиотекам края. Там же прошли и творческие встречи с писателями, тематические беседы, в которых приняло участие уже более трех тысяч детей. Когда сочетается вот такое визуальное восприятие, живое восприятие, и, допустим, еще и книжку почитать, или послушать произведение, это, конечно, большой эффект имеет. Дети с большим удовольствием обращаются в библиотеку и спрашивают книги именно этих писателей после проведенных мероприятий. Совместная работа всем участникам проекта показалась продуктивной и интересной. Уже решено реализовать новый, тоже с писателями. А пока «Живую детскую книгу Алтая» можно посмотреть на сайте телеканала «Толк» и в его соцсетях. Алена Николаева, Дмитрий Денисов. День с толком. Алтайскому государственному институту культуры исполнилось полвека. В рамках празднования юбилея вуза в Барнауле начал работу четвертый международный научно-практический форум «Культура Евразийского региона». На него съехались представители разных стран, в том числе Узбекистана, Киргизии и Казахстана. О международных связях и сохранении культурного наследия стран ближнего зарубежья далее. От каменного товара до разработок невыбалых машин продвинутся человек в мировом прогрессе. Вуз-юбиляр Институт культуры сегодня встречает иностранных гостей. Здесь стартовал четвертый международный научно-практический форум «Культура Евразийского региона». На него приехали представители разных регионов России и стран ближнего зарубежья. Это очень важно. Это связь, во-первых, для студентов, для развития личных отношений. По всем направлениям это очень важно, потому что без связи мы после распада союза, мы почти уже потеряли наши вот эти международные связи. А теперь мы хотим возобновить все это. Причем мероприятия организованы не только для развития добрососедских отношений, подчеркивает ректор АГИК, но и нацелены на формирование потенциала в областях научной, образовательной и творческой деятельности. Мы совместно со всеми образовательными организациями реализуем не просто и не только академические обмены студентов, преподавателей, но мы занимаемся главными государственными задачами. Это сохранение культурного, материального и нематериального наследия, сохранение исторической памяти. Эти дискуссионные вопросы в течение нескольких дней будут обсуждать на круглых столах научно-практической конференции. А ключевым событием форума станет панельная дискуссия, культурное сотрудничество стран Евразии в условиях современности, вызовы, задачи, стратегии. Юбилей, как правило, проходит в течение года, и в течение года я в курсе, что институт провел очень много мероприятий. Это были кафедральные, факультетские, институтские мероприятия в рамках края, в рамках города. И сейчас итог, наверное, этого всего года юбилейного провести в нескольких формах. Кроме научной и просветительской форм для участников подготовлена насыщенная культурно-досуговая программа. Например, выставка работ известных художников и народных мастеров региона «Палитра Алтая». И, конечно, масштабный юбилейный праздничный концерт, посвященный 50-летнему юбилею Алтайского государственного института культуры. 50 лет они готовят со вкусом! Мы как старший брат, наш институт был образован в 1960 году. Соответственно, мы как старшие товарищи, партнеры, приехали поздравить институт с таким замечательным юбилеем. Международный научно-практический форум культуры Евразийского региона закончится 2 июня 2024 года. Юлия Щепина, Андрей Печоркин. День с толком. На этом у меня все. Очередной выпуск нашей программы. Смотрите завтра в это же время на телеканале «Толк». Но я напомню, что для вас работает телефон редакции 205-545. Обязательно звоните. Далее о погоде. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok